Я ученица 11 класса из Киева, и мне очень жаль, что я пишу вам именно по такому поводу. Очень странно, ведь в детстве я действительно любила учиться, узнавать что-то новое. И сейчас люблю, просто теперь понятия школы и учеба, к сожалению, существуют в разных плоскостях. Мало кто из учеников сегодня хочет ходить в школу. В какой-то момент такое нежелание может перерасти даже в отвращение. Домашние задания, контрольные работы и сами уроки теперь ради галочки. На самом-то деле, вовсе не обязательно стараться и учиться, чтобы получить хорошую оценку. К сожалению, балл и рейтинг стали важнее знаний, поэтому заработать отлично теперь не составляет особого труда. Школа превратилась в место, которое посещают машинально и принудительно, не имея желания узнавать что-то новое, довольствуясь оценками-пустышками, полученными ради такой же, ничего не значащей записи в эти стати. Говорят, чтобы солдату в голову не приходили дурные мысли, он должен быть постоянно занят. Неважно чем, главное занят. Здесь действует тот же принцип. Множество планов и отчетов для учителей не всегда нужны и попросту шаблонные задания под тем же планом для учеников. Отсюда низкая мотивация, отвращение к школе, далее купленные дипломы и неквалифицированные специалисты. Если же ты хочешь учиться, ты делаешь это самостоятельно. Ведь с самого начала нас заставляют забыть о том, что школа в обучении и созидании, а не в заученном по методичке ответе или купленном в аль-аттестадо. Проблема состоит также в самой подаче материала. С его помощью нас как бы подгоняют под один формат, заставляя думать шаблонно или вообще не думать. Особенно это заметно в программе по истории. Каждый год факты переписываются так, как это угодно. Вплоть до того, что теперь уже украинцы и русские не один народ, так как украинцы это славяне, а русские татары, угро, финно-монголы. Что же касается 20-го столетия и современности, то картина настолько искажена, что сказать у нас что-либо хорошее о том же Советском Союзе на уроке в высшей степени дикость. Система образования разрушается на глазах. Сам процесс обучения обесценивается. И я, заканчивая школу со страхом, спрашиваю себя, как же будут учиться мои дети?